всем привет продолжаем читать книгу я продолжаю читать книгу 300 на донова на историю видеоигр и так сегодня глава 7 и называется она называется она лихорадка пакман или пакмен или пакмен я буду говорить пакман летом 1982 года вся северная америка была одержима видеоиграми прошло уже четыре года с момента японского дебюта space in waters и видеоигры были популярны как никогда если в 1978 году общая прибыль от домашних аркадных видеоигр составила 454 миллиона долларов то спустя 48 месяцев 1982 году эта цифра достигла впечатляющей отметки 5313 миллионов долларов другими словами видеоигровой бизнес каждый месяц вырастал на огромные 5 процентов ажиотаж вокруг видеоигр вспыхивал и разгорался в каждом уголке американской жизни ненасытная жажда публики к электронным видеоиграм преобразила ландшафт розничной торговли зал игровых автоматов возникли в каждом торговом центре и на каждой главной улице игровые автоматы и стояли в прачечных кинотеатрах коктейль барах отелях и ресторанах даже супермаркеты устанавливали у себя игровые автоматы аркады и тогда стояли повсюду словно starbucks они в буквальном смысле слова были повсюду уверяет скотт миллер который в то время писал колонку о видеоиграх для даллас молнинг news никакого спасения от видеоигр не было и в домашней обстановке поскольку в миллионах домов страны к телевизорам были подключены atari vs 2600 журналисты не уставали поражаться бешеной популярности видеоигр они в деталях изучали аналитические отчеты предполагая что вскоре видеоигр обойдут по по популярности кино и музыку вместе взятые они брали интервью у игровых разработчиков которые хвастались тем как именно они распоряжаются своими роялти и премиями которые исчислялись десятками тысяч долларов творцы видеоигр стремились к тому образу жизни которым живут знаменитости спортивным машинам и кроскоши на показ журналисты писали о новых кудесниках пинбола самых лучших геймерах ставивших рекорды в мире аркад и публика и сми были очарованы видеоиграми рассказывал уолтер дэй основатель сообщества twin galaxies которая начала свою жизнь в небольшом зале игровых автоматов с одномен одноименным названием в он от рубви штаб айова прежде чем превратиться в официального хранителя списком высоких достижений в видеоиграх в частности сми были поражены теми игроками которые могли пройти игру от начала до конца именно это явление человек против машины находилась в центре внимания читательской публики каждый день порожая порождая массу новостей все хотели быть причастными к видеоиграм от влиятельных людей из ваших тона до глав голливудских киноиндустрии режиссер звездных войн джордж лукас сформировал игровое подразделение своей компании лукас фильм world disney pictures заканчивала масс за закачивала массу финансов в трон фильм о человеке окажавшимся внутри видеоигры и рекламировала его как главный блокбастер лета 1982 года списки бестеллеров заполонили руководство объясняющие как именно проходить игры на игровых автоматов куайкер уатс пакер бразерс двадцатое столетие фокс и трон м и м ай создали собственные видеоигровые подразделения макдональдс начал продавать гамбургеры оформленные и стилистике оттари которые благодаря макдональдс и оттари заменили старомодный телевизионный обед захватывающим видеобетом который может сделать вас победителем а если с гамбургера картошки и коктейля было слишком много можно было воспользоваться пакетиком с легкой закуской прорезал и ну адерс от компании universal foods в вашингтоне группа молодых демократов среди которых был и будущих кандидат президенты л гор стали известны как демократы отари за их неустанную поддержку в предоставлении налоговых льгот высокотехнологичным компаниям а непривычным обрабатывающим индустриям вроде стали литейной и автомобильной как право правосгласил журнал time на обложке в конце 1981 года трах бах видеоигры громят мир стремительное наступление началось леса space in waters успех этой игры повторно зажег интерес к видео играм в это время произошло три технологических и экономических прорыва которые позволили сделать огромный шаг вперед в повышении качества и восприятие игр выпускаемых для залов игровых автоматов первым прорывом стала разработка микропроцессора этот уровень свободы которую он дал игровым разработчикам вторым и третьим стали векторная графика высокого разрешения и появление цветной картинки два фактора возникшие в 1979 году и позволившие радикально улучшить визуальное качество видеоигр векторная графика существовала уже много лет но до того момента оставалось слишком дорогим удовольствием для использования ее в игровых автоматах стандартные телевизоры также известные как мониторы с растовой разверткой выстраивают изображение из серии горизонтальных линий которые в свою очередь рисуются слева направо начиная с самого верха при помощи этого метода телевизионный экран может давать полноэкранное изображение каждую 50 или 60 долю секунды векторные мониторы используют совсем другой подход вместо того чтобы выстраивать законченные картинки они воспроизводят тонкие словно нарисованы карандашом линии между двумя координатами на экране при помощи векторной графики плохо удавалось выстраивать законченные картинки но зато идеально получалось прорисовывать четкие и плавные линии которые к тому же были более яркими чем изображение создаваемые стандартными телевизорами в те дни разрешение растовых игр было совсем небольшим рассказывал оуэн рубин инженер отарь который начал делать игры с векторной графикой еще на университетских компьютерах графика векторных мониторов было через чрезвычайно четкой и для того времени обладала высоким разрешением картинки попросту выглядели очень хорошо векторная графика появилась на игровых автоматах благодаря ларри розенталью инженеру который как и основатель отари нолан бушнелл хотел перенести space war на игровые автоматы он разработал систему vector beam которая удешевляла векторную графику настолько что ее уже можно было использовать в игровых автоматах и эту систему он использовал для того чтобы сделать space war аркадную версию игры клуба технического моделирования железной дороги розенталь рассчитывал что производители игровых автоматов купят у него права на эту игру и большинство из них действительно проявил интерес но когда розенталь заявил о том что хочет получать половину прибыли с этого продукта потенциальные покупатели среди которых было и отари потеряли к нему интерес потеряв покупателей в лице крупных компаний розенталь обратился к небольшим видеоигровым фирмам одной из таких была компания синематроникс из эль кахона штат калифорния когда розенталь обратился к этой компанией 7 синематроникс находилась в никудышнем состоянии компания выпустила две неудачные игры и дышала на ладан и полагая что она уже ничего не потеряет согласилась на высокую цену розенталя в конце 1977 года space wall поступила в продажу впервые представил векторную графику в залах игровых автоматов интересный визуальный вид помог синематроникс отгрузить 10 тысяч машин что спасло компании от неминуемого банкротства но взаимоотношения между синематроникс и розенталем быстро сошли на нет розенталь ощущал что зарабатывать не слишком много и поэтому ушел из компании прихватив с собой свою систему вектор бим после юридических разбирательств синематроникс заплатила розенталю приличную сумму за право использования технологии вектор бим своих продуктах и предприняла попытку стать главным создателем игр с векторной графикой на игровых автоматах чтобы разрабатывать побольше векторных игр компания наняла тимма скелли программиста чей путь в мир видеоигр начался одной ночью в пабе за саб канзас сити в бар вошел парень с компьютером под мышкой серьезно рассказывал он и тебя конечно же тянет поговорить с кем-то кто появляется в баре в странной компании или же с каким-нибудь удивить с какими-нибудь удивительными штучками человеком с компьютером был дуглас пратт и в планах у него было открыть зал с игровыми автоматами скелли решил войти с ним в этот бизнес у меня были на этот счет сомнений но это все же было лучше чем просто делать бутерброды предприятие оказалось провальным что принесло скелли достаточно опыта для того чтобы получить в синематроникс работу в качестве разработчика векторных игр скелли нравились их визуальные качества они здорово отличались от других игр самым крутым было то что мы могли вращать объекты на большой скорости векторные игры были намного более гибкими и мелкомодульными растр мохнатый вектор гладкий я люблю гладкость первые векторные игры скелли начали сходить с поточной линии в начале 1977 года это были игры в диапазоне от трехмерных побоев в космосе таких ну как в игре тейл ганнер до игры wear wear в которой нужно было драться на мечах с видом сверху и где игроки управляли двумя хорошо анимированными бойцами вооруженными длинными мечами но к тому времени в гонку включилась и отари вслед за спейс его научно-исследовательская команда отари из grass valley штат калифорния принялась за работу над собственной векторной технологии и к началу 1978 года уже демонстрировала рабочий прототип людям занимавшимся в компании созданием игровых автоматов а это было не больше чем обычно демонстрация но она ясно показала крутизну векторных изображений рассказывал инженер отари говард дельман который объединился с инженером риком он крифом занимавшимся созданием игровых автоматов для того чтобы превратить прототип в годные к работе устройства доведя опытный образец до ума дельман решил что первым шагом отари в области векторной графики должен стать ремейк игры 1973 года lunar lander которая использовала возможности к векторной графики компьютера дек джейти 40 и которая в свою очередь была ремейком текстовой игры компьютерной игры 1969 года lunar я был знаком с этой игрой и подумал что это прекрасная возможность продемонстрировать визуальные возможности и ощущения которые способна дать наша новая технология рассказывал он выпущенная отари в начале 1979 года игра lunar lander предлагала игрокам побороться с силой тяжести в реальном времени пытаясь посадить свой космический корабль на гористый лунный ландшафт прежде чем у корабля иссякнет запас топлива это была серьезная демонстрация того на что способна векторная графика чуть позже это доказала игра asteroids вторая проба пера отари в области векторной графики которая привлекла внимание широкой публике asteroids началась началась со встречи программиста и долога который был причастен к работе над lunar lander с лайлом рейнсом вице-президентом аркадного подразделения вызывают меня в офис клайлу и мне говорит у меня есть идея для игры рассказывал лог рейнс предложил сделать игру где игроки управляли бы космическим кораблем который мог расстреливать взрывать астероиды раскалывая их на куски поменьше а те на еще более мелкие пока они не превратятся в космическую пыль игроку также нужно было уворачиваться от фрагментов астероидов лог решил что в этой игре нужно использовать векторную графику векторные мониторы обладали высоким разрешением если стандартное растовое разрешение было 320 на 240 пикселей то у векторов разрешение было 1000 064 на 728 значительная разница в разрешении благодаря чему игрок управляя своим кораблем всегда сможет точно узнать в каком именно направлении ему стоит двигаться это было очень важно лог развил идею простого кромсания камней до виртуозного маневрирования активно яростные жмущие на кнопки игроки могли просто уворачиваться от плывущих по экрану астероидов не давая им разнести свой корабль мало активные же вяло нажимавшие на кнопки игроки оказывались под огнем летающих тарелок которые лог придумал для того чтобы принуждать ленивых игроков к более стремительным действиям уровень накала между действием и бездействием был усилен с помощью звуковых эффектов созданных дельманов и повторяющих зловещий ритм с которым маршировали space in waters мой замысел заключался в том что сердцебиение игрока будет учащаться вместе с ритмом игры я хотел чтобы игрок чувствовал как колотится его сердце астероид стала самой популярной игрой когда-либо созданной в атаре и второй по успеху аркадной игрой 1972 года уступивший первенство лишь space in waters вслед за ней атари выпустила целую серию векторных игр прежде всего игру эда роттберга 1980 года battle zone футуристическое сражение на танках с видом сквозь смотровую щель танка у нас руках было то что мы называли технологией векторного генератора и казалось нормальным что нужно сделать продолжение успешных игр танк 8 и танк 9 рассказывал позднее роттберг трехмерность игры вдохновила группу отставных генералов армии сша попросить атари переделать эту игру в обучающий тренажер для солдат которые учились управлять танком м2 брэдли руководство атари с готовностью согласилась на это предложение и поручила создание тренажера роттбергу мне про это сказали уже после того как пообещали военным прототип им при этом мне дали очень мало времени рассказывал он я такому повороту событий был совсем не рад и считал что атари не должна делать продукции для военных или государства в то время многие из нас вполне могли получить работу в военно-промышленном комплексе если бы мы этого хотели многие из нас еще помнили о том что произошло во время войны вьетнаме большинство из нас в том числе и я были пацифистами я же вообще не хотел работать над продуктом который помогал бы людям учиться убивать других людей поскольку роттберг был единственным человеком который мог уложиться в поставленные генералами сроки он согласился на этот проект но с условием что больше никогда не будет работать над чем-то похожим после трех месяцев каторжного труда он закончил работу над прототипом брэдли трейнер но дальше этой стадии ничего никуда не пошло четкие контуры векторных игр производили мощное впечатление в особенности на контрасте с угловатым монохромом но концу 1979 года появление цветной графики произвело куда большее впечатление до 1979 года практически каждая видеоигра на игровых автоматах была черно-белой максимум на что были способны создатели таких игр это использовать прозрачный цветной пластик для создания иллюзии цвета в некоторых конкретных областях экрана в break out такой подход применялся сделать для того чтобы для того чтобы сделать кирпичи разных цветов а в space invaders в нижней части экрана приклеивалась полоска зеленой пластмассы с помощью которой раскрашивались пусковая установка игрока и щиты какое-то время цвета в игру не добавлялись из-за боязни повысить ее цену поскольку и монитору и дополнительному железу требовалась поддержка цветов рассказывал рубин на то время это было совсем нетривиальное решение некоторые игры вроде танк на 8 игроков тестировались в цвете это был единственный способ как-то выделить 8 разных игроков но большинство игр которые мы делали были монохромными по другую сторону тихого океана от отари компания намка купившая в 1974 году рухнувшую отари джапан придумала одну из первых полноцветных игр галаксиан это был клон space invaders в котором были убраны щиты и добавлены пикирующие инопланетяне кидавшиеся бомбами в игрока цветная графика намного увеличила коммерческие перспективы продукта и сделала galaxian чрезвычайно успешной это послужило стимулом для остальных игровых разработчиков которые принялись делать нечто подобное дона бейли программист автомобильных датчиков general motors вдохновила вдохновилась настолько что после того как увидела цвета в галаксиан перешла из автомобильной индустрии в отари я обожала galaxian я считал ее чрезвычайно красивой это повторение паттернов эти цвета и эти вертикальные и горизонтальные движения я загорелась желанием сделать что-нибудь столь же красивое более и грубый и более жесткий ремейк space in waters galaxy он оказался и более влиятельный запустив стремить стремительную эволюцию в жанре shoot shoot em up или просто стрелялка где всегда сталкивались машина и человек разработчик из отари дэйв зауэр свои стрелялки делал на основе своих ночных кошмаров его игра 1980 года мисс силы команд в которой при помощи трекбола нужно было защищать города от нескончаемого потока ракет вышла из кошмаров времен холодной войны когда все жили в ожидании ядерной войны следующее творение за уэра вышедшая в 1981 году игра темпест была цветной векторной игрой основанной на его страшном сне в котором чудовище появлялись из дыры в земле в игре нужно было убивать пугающих монстров которые выползали из трехмерной цилиндрической ямы чтобы сохранять лидерство намка продолжила развивать агрессивный стиль galaxy он в игре галага вышедший в 1981 году здесь инопланетяне получили новые возможности вроде притягивающих лучей которые использовались для того чтобы захватить корабль игрока но ни одна из игр не было столь агрессивно как как defender ожесточенная свирепая стрелялка созданная юджином жар весом и изданная одним из ведущих производителей автоматов для игры в пинбол компании вильямс которая вернулась в видеоигровой бизнес после того как ватаре и прекратили уделять внимание пинболу джарвис перешел в работу в вильямс в качестве разработчика автоматов для игры в пинбол вильямс проявила интерес к видеоиграм сразу после выхода pong но быстро вернулась к привычному пинболу в конце семидесятых всем в компании стало ясно что этот уход был ошибкой мы сидели и наблюдали за революцией происходившей в видео играх не нужно было быть слишком умным чтобы убедить руководство вложить несколько сотен тысяч в видео игры рассказывал джарвис который решил заниматься видео играми после того как поиграл space invaders вскоре джавис оказался в интересной ситуации разрабатывая первую за долгое время видеоигру для вильямс разрабатывая первую за долгое время видеоигру для вильямс игровой разработчик четко знал что именно он хочет сделать он хотел сделать то что сам называл сперм games видеоигры которые изобиловали тестостероном способствовали выработке адреналина и вызывали ужас и трепет он стремился сделать defender воплощением своего видения вдохновение для defender я черпал физическом кайфе и свободе полета в двумерной игре и добавив к этому правдоподобный мир с крутыми врагами рассказывал джарвис и что самое важное я дал игроку настоящую цель что-нибудь защитить идея защиты как противоположность нападению куда более эмоционально идея защиты чего-то важного от атаки куда более реальная жизненная идея чем беспорядочная пальба по инопланетянам defender представляла из себя высокоскоростную гонку по уничтожению полчишь инопланетных захватчиков которые были полны решимости захватить людей атакуя их в горизонтально движущемся игровом мире захваченные люди попадали на небеса где превращали слабых инопланетян в быстрых злых стреляющих лазерами мутантов которые начинали охотиться за игроком в интересах игрока было остановить захват землян пришельцами джарвис закончил работу за час до дебюта игры в октябре 1980 года на выставке ассоциации операторов развлекательных и музыкальных автоматов которая проходила в чикаго и была главной выставкой в календаре американской игровой индустрии возвращение вильямс видеоигровой бизнес обещала стать важным событием и вся индустрия стремилась увидеть то что придумали в компании джарвис и его компания здорово нервничали никто из нас на самом деле не знал хорошая у нас получилась игра или нет в то время для нас в этом бизнесе все было в новинку однако чрезмерная жестокость defender пришла не по нраву многим делегатам профильной выставки управление игры джойстик и пять кнопок во времена когда стандартам считалось одна или две кнопки отпугнуло слишком многих делегатов те же кто осмеливался пробовать пугающее управление погибали от рук инопланетян уже спустя несколько секунд после нажатия кнопки старт посетителями выставки были одетые в деловые костюмы мужчины в возрасте и модели блондинки рассказывал джарвис они ничего не понимали в телевизионных видеоиграх они играли секунд десять и тут же погибали делегаты сошлись во мнении что defender абсолютная неудача по мнению делегатов она была слишком сложна и трудна для того чтобы стать хитом поэтому они поместили эту игру в свои списки безнадежных игр от которых вся индустрия если чего и ждет то быстрого забвения другой игрой в этом списке была игра пакман от компании нам женский и мужского ян де фендер изначально пакман назывался пук п п у сика ман и под таким именем был выпущен в японии американский дистрибьютор игры belle midway опасался что люди могли изуродовать автоматы с игрой меняя букву пи на букву f поэтому в компании решили переименовать игру в пакман и это название стало официальным с помощью своей игры торри и ватане разработчик пакман намеревался бросить вызов сложившемуся статусу кво игровых залов большинство игр в аркадных залах того времени были жестокими и теперь ориентировались на игроков мужского пола поэтому такие центры превратились в места которые посещали главным образом мужчины рассказывал он мы решили изменить этот демографический перекос создавая игры которые могли бы быть интересны женщинам и естественно парочка что сделала бы игровые центры желанными местами для свидания по раскинув мозгами и ватане решил что его игра должна быть о еде когда я стал думать о том что нравится женщинам то мне на ум пришел образ того как они поедают пирожные и десерты поэтому слово еда я использовал в качестве ключевого слова рассказывал он когда я стал размышлять об этом слове более подробно то мне на ум пришел образ пиццы в котором не хватает одного куска и вот в этот момент меня осенило поэтому я придумывал персонажа пакман исходя из этой формы персонажей своей игры и ватане создавал в кого едином стиле как это он уже делал в своей предыдущей работе напоминавший pong игре ку-ку-ти-е-кю симпатичные китчевые персонажи выдержанные в кавайном стиле присутствовали еще в первых комиксах манга и аниме но огромную популярность приобрели в 1974 году когда компания модных аксессуаров sanrio запустила серию hello kitty нацеленную прежде всего но не не исключительно на девочек подростков кавайные персонажи настолько вошли в культурный резонанс с японцами что к началу 1980-х годов интерес к ним вместо того чтобы падать продолжал стремительно расти кавай настолько интегрировался в японскую культуру что кавайных персонажей можно было найти повсюду от правительственных постеров и банковских брошюр до компьютеров и кухонных кастрюль для его тани кавайный внешний вид обладал двумя преимуществами технические спецификации железа того времени были очень ограниченными по сравнению с технологиями сегодняшнего дня поэтому все что нам оставалось это делать общий вид в очень простом в стиле с таким простым художественным стилем было очень сложно вызвать у игрока сочувствие к персонажу но мы очень хотели чтобы как можно больше людей могли насладиться игрой поэтому создавая кавайных персонажей мы намеревались заинтересовать и женщин тоже ну если кто не знает то буквальный перевод слова кавай это прелестный в результате идеи и ватани сложились в игру лабиринт где игрок игравший за пакмена должен был съесть все точки в лабиринте уворачиваясь от четырех симпатичных привидений единственной защитой пакмена были четыре светящиеся таблетки расположенные в удаленных краях лабиринта поглотив их пакмен на некоторое время получал возможность съесть привидений превратившись из преследуемого в преследователя это была очень простая но элегантная игра с рачу с очаровательной кавайной графикой но в то что игра добьется хоть какой-то популярности верили немногие намка сомневалась в ее потенциале американский дистрибьютор нам кабельный бедвой полагал что никто не хочет играть в такую игру делегаты на чикагской выставке были с этим согласны они считали что все качества потенциального хита есть у релли x другой игры нам к цветной гоночной игры в которой игроки должны были управлять машиной за невомавшимся несколько игровых экранов лабиринте собирая по дороге флаги и уходить от преследований других машин в отличие от других захватывающих игр существовавших то время pacman был разработан для людей которые хотели играть непринужденно и расслабляться без чрезмерных переживаний рассказывал и ватане поэтому когда мы выпустили эту игру мы не получили ни одной рецензии в отличие других игр я полагаю что ума у pacman не было сенсационного имиджа да и я сам не мог предположить что игра будет столь любима таким количеством людей и станет хитом во всем мире однако ветераны индустрии бывшие на выставке очень сильно ошибились defender добился огромного успеха поскольку множество игроков пытались стать самыми крутыми в этой игре в надежде заработать престиж среди друзей за счет того что держали вверх в самой жестокой игре в зале игровых автоматов дети даже крали коллекционные серебряные чертит чертвер таки из коллекции своих родителей чтобы которые были в 10 или 100 раз дороже обычных четвертаков ради того чтобы закинуть монетку в defender рассказывал джарвис средний автомат с defender в сша собирал порядка 2500 четвертаков в неделю поскольку было выпущено около 60 тысяч автоматов с defender выходила сумма в 150 миллионов четвертаков каждую неделю это очень много четвертаков но даже успех defender бледнел по сравнению с коммерческим монстром коим оказался пэкмен во время фестиваля twin galaxy's day появление пэкмен привело к тому что все аркады оказались переполненными когда появился пэкмен он привлек в зал и женскую аудиторию что сделало сумму доходов настолько большой что бизнесмены стали открывать новый зал игровых автоматов таким образом делая игры доступными в большем количестве мест симпатичные кавайные персонажи из игры пэкмен идеально подходили для разнообразного мерчендайса и вскоре и герой возникший благодаря пицце и привидений из мега хита и и ватани начали появляться повсюду телеканал abc запустил мультипликационный сериал пэкмен который в первый бы выпуск которого привлек 20 миллионов с телезрителей пэкмен появился на коробках для завтрака фрисби наклейках йоу-йоу спальных мешках и наклейках на бампер с надписью я торможу ради пэкмена пэкмен захватил даже музыкальные хиты хит-парады благодаря джерри бакнеру и гарри гас гарсии дуэту из аркона штат о гайя который выступал под именем бакнер энд гарсия музыканты открыли для себя пэкмен в местном баре нас тоже захватила повальное помешательство на видеоиграх как впрочем и всех в то время и мы играли практически во все выходившие в то время игры вспоминал бакнер неподалеку от нашей студии находился бар с пэкмен который мы резались при каждом удобном случае в какой-то момент у нас возникла идея сочинить песню крупные звукозаписывающие лейблы первоначально отклонили их песню пэкмен февер но после того как бакнер энд гарсия выпустили ее самостоятельно и она стала продаваться со скоростью 12 тысяч экземпляров в неделю cbc предложила им контракт cbc в перри выпустила пэкмен февер в декабре 1981 года и в марте следующего года песня заняла девятое место в хит параде billboard hat 100 попутно продавшись тиражом более миллиона экземпляров cbs подтолкнула бакнер энд гарсия как можно скорее записать целый альбом песен о видеоиграх для того чтобы капитализировать успех их единственного сингла у нас было три недели на весь альбом и поэтому мы ходили в зал с игровыми автоматами чтобы смотреть на самые популярные игры и просили самых успешных игроков объяснить нам как них играть рассказывал гарсия потом отправлялись домой и записывали музыку а на следующий день повторяли свою тактику но в этот раз мы уже записывали слова результатом этой работы стал альбом пэкмен фэва сахаристая поп-музыка попсовый снимок жизни игровых залов начала 1982 года эти восемь песен со сладкими мелодиями получили название в честь самых популярных игр того времени от сеговской игры фроггер до сэнтипеде стрелялки действие которое разворачивалось в лесу и которая была создана бывший служащий general motors bayley и создателем астероид с логом в текстах песен этого дуэта находили отражение мир межгалактических сражений карманов заполненных четвертаками и пальцев игроков покрытых мозолями от кнопок звуковые эффекты взятые из видеоигр обогатили треки взрывами белого шума жутковатыми писками визгами и монотонной роботизированной речью альбом продался порядка тиражом порядка миллиона экземпляров и превратил бакнер энгарся в музыкальных звезд эпохи бума на видео игры они появились в телевизионных шоу вроде телевизионного чарта american band stand который вел дик кларк и в специальный день пэкмен фэва на mtv новом крутом телевизионном канале который был целиком посвящен видеоклипом и начал свое вещание в августе 1981 года бакнер энд гарсиа были не единственными кто разделил успех пэкмен а тари скорее случайно чем намеренно благодаря сделке в 1 миллион долларов заключенный в 1978 году с намка когда у компании не было еще ни одного хита оказалась эксклюзивным владельцем прав на создание пэкмен на домашних консолях и компьютерах а тари не могла поверить в такую удачу за относительно низкую цену компания получила контроль над самой удачной игрой десятилетия в апреле 1982 года пэкмен появился на vsc 2600 тем самым подняв продажи консоли на невиданную высоту по всему миру было продано более 12 миллионов картриджей с пэкмен пэкмен была самой успешной нашей игрой самым главным нашим бестеллером это было чудо рассказывал рэй кассер президент отари по договору нам к полагалось до 25 центов с каждого проданного по цене 25 долларов картриджа и вся прибыль оседала в казне отари картридж пэкмен подтвердил первенство 2600 на рынке домашних игр ближайший конкурент 2600 консоль metal intel vision достигла 20 миллионов проданных единиц отари практически перестали волновать конкурирующие консоли теперь она сосредоточена на компаниях которые начали выпускать игры для 2600 чтобы наживаться на той аудитории которую собрала вокруг себя отари проблема контор контроля отари за играми выпускаемые для ее консоли начались докладной записки которую группа занимавшиеся в компании маркетингом продуктов простодушно прислала игровым разработчикам занимавшимся домашней консоли записки были детально приведены цифры продаж игровых картриджей для 2600 и она была написана с целью помочь команде понять какие типы видеоигр были на тот момент самыми популярными но вместо того чтобы вдохновить разработчиков на создание более успешных продуктов записка вызвала бунт когда она достигла отдела домашней консоли игрок игровые разработчики уже были мрачными недовольными недовольство возникло когда отари отказалась выплачивать разработчикам бонусы которых они ожидали рассказывал дэвид крайн программист переделавший под формат 2600 аркадную игру каньон бомбер которая нужно было бросаться бомбами наш начальник отдела договорился о небольшом проценте роялти который причитался нам от продаж игр и когда он снова поднял этот вопрос то получил в ответ какие роялти чтобы остановить растущее недовольство разработчиков менеджеры согласились дать прибавку ключевым сотрудникам но черта уже была пройдена докладная записка маркетингового отдела вновь подняла проблему роялти записка состоялась из одного листка на котором был приведен список 20 самых успешных игр за предыдущий год с процентами продаж смысл записки был прост эти игры продаются лучше всего сделайте побольше чего-нибудь подобного но по этой записке мы поняли что четыре разработчика из 30 работавших в отделе обеспечивали компании 60 процентов продаж поскольку мы теперь знали что продажи картриджей за прошлый год составили 100 миллионов долларов мы были шокированы тем что четыре парня получавшие в год 30 тысяч долларов принесли компании 60 миллионов долларов эти четверо парней крайн ларри каплан алан миллер и боб у у white hat решили что с них довольно и отправились прямиком к косару взяв за образец договор которая заключает звукозаписывающие компании со своими артистами алан миллер переделал трудовой договор и они пошли кассару у нас четверих была эта бумажка с небольшой статистикой продаж которую мы хотели показать кассару рассказывал крайн наша точка зрения заключалась в том чтобы с помощью этой статистики показать что мы делаем что-то лучше чем другие поскольку игра это продукт творчества то вполне очевидно что один игровой разработчик талантливее другого и поэтому его талант и достижения должны быть оплачены по достоинству нам же было сказано вы не более важны для тари чем парень на сборочном конвейере без него у нас вообще не было бы никаких продаж разделенные таким ответом кассара эти четверо спустя несколько дней ушли из отари с помощью бывшего менеджера из музыкальной индустрии джима леви из 750 тысяч долларов венчурных инвестиций четверка бунтарей сформировала активижен компанию которая могла бы создавать и издавать игры для 2600 это был смелый шаг до этого момента игры выпускали только производители видеоигровых приставок безусловно отари даже и не думал о том что игры для 2600 сможет делать кто-нибудь еще поэтому ничего не делала для того чтобы предотвратить это основатели активиженс объявили своему бывшему работодателю войну и вознамерились посягнуть на монополию отари на игры для 2600 когда активижен публично объявил о своих планах отари предъявила им иск надеясь затаскать по судам молодую компанию и установить железный замок на прибыльную кормушку консоли 2600 на создание которой компания потратила миллионы долларов но иск возымел неприятные последствия для компании суд поддержал активижен и постановил что отари не имеет никакого права останавливать другие фирмы пожелавшие разрабатывать игры для 2600 в июле 1980 года три первой игры активижен рыбалка крейна дерби и созданный у адхайдом драгстер и боксинг оказались на прилавках магазинов упакованные в яркие привлекательные коробки на которых броска были напечатаны напечатаны имена их создатели публичное продвижение создателей каждой игры активиженс отражала одну из главных претензий бывших программистов отари к своему работодателю несогласия со стремлением отари начисто убрать их имена из публичной сферы существовал страх того что другая компания попытается перекупить программистов или что инженеры заболеют звездной болезнью осознают свою ценность и увеличат свои запросы рассказывал говард дельман один из создателей lunar lander такое мнение вполне возможно имела смысл с точки зрения руководства отари но возмущала их игровых разработчиков которые уже начали рассматривать себя как художественных первопроходца в новой формы развлечения такая политика вынудила ведущих разработчиков игр для в и си 2600 уволиться из компании в конце 1979 года уоррен робин и пришел в атаре в 1977 году после того как получил степень магистра в области информатики в университете беркли штат калифорния после завершения работы над слот racer автомобильным время ремейком игры combat robinet находился в поиске идей для своей следующей игры и познакомился с текстовой игрой adventure дона вудса и уилла краузера в adventure я поиграл в стэнфордской лаборатории искусственного интеллекта в начале 1978 года мой сосед джулиус смит был аспирантом в стэнфорде и брал меня с собой рассказывал робин и игра краузера и вудса в 1978 году с легкостью захватила этот мир ботанов я тогда только закончил работу над слот racers и находился в поиске идей для моей следующей игры идея исследования лабиринта из комнат наполненных полезными объектами которые ты смог находить препятствиями которые нужно было преодолевать и чудовищами с которыми надо сражаться показалось мне достаточно привлекательной для создания успешной консольной игры ограниченные возможности 2600 и отсутствие клавиатуры исключали прямой ремейк текстовой игры пошаговый текстовый оригинал был превращен робинтром в экшен которым игрок бегал по экрану сражаясь с чудовищами а обнаружение новых артефактов позволяла ему получать доступ к новым областям лабиринта который он исследовал в поисках магического кубка официально в игре robinet tan adventure было 29 комнат но его коллеги не знали о существовании еще одной тридцатой создание секретной комнаты была формой протеста робин это против попыток отари скрыть от общественности своих игровых разработчиков отари всеми силами старалась сохранить анонимность игровых разработчиков что меня здорово раздражало рассказывал он доступ к 30 комнате игроки получали после обнаружения скрытого объекта и использовали его в нужном месте для того чтобы открыть невидимую дверь за тайной дверью игрока ожидали мерцающие слова создано море нам робин это отари обладала властью для того чтобы убрать мое имя с коробки но у меня была власть написать свое имя на экране объяснял он скрытое сообщение робин это стало одним из первых пасхальных яиц скрытого в видео игре секрета который игрок может найти если тщательно будет его искать ну и небольшая сноска пасхальные яйца существовали в играх и до адвентур игра видео в из бол вышедшая для fire channel f в 1978 году также содержала в себе секрет который заключался в отображении имени ее создателя бреда рейда селта версия игры lunar lander 1973 года для компьютера дек джей ти 40 вдохновила создателей аркадного ремейка отари включить в игру ресторан макдональдс который возникал на лунной поверхности если игрок при лунялся в нужном месте с тех пор такие секреты стали привычной частью видеоигр робин нет был горд своей игрой боссы отари считали что он был слишком амбициозен и во время разработки игры пытались сделать так чтобы он прекратил работу над ней когда работа над игрой была в самом разгаре непосредственный руководителя робин это дал распоряжение превратить ее в игру по фильму супермен снятому в 1978 году студии warner чтобы робин смог закончить свою игру его коллега джон дун занялся этой разработкой и использовал копию полузаконченной игры чтобы создать игру супермен когда эту наконец-то вышла в 1979 году она стала очень успешной продавшись по всему миру в количестве более миллиона экземпляров но к моменту выхода игры робин нет уже уволился из отари я считал что проделал довольно хорошую работу в создании картриджа с адвентюр но когда закончил ее не получил от начальства никаких позитивных откликов мой босс вообще поначалу думал что эту игру создать невозможно и сказал мне не браться за эту работу когда же я все таки за нее взялся он не увидел ни ничего хорошего он сказал мне что я упрямый как барабан когда же ему сказал что ухожу то в ответ он засмеялся кажется я забыл тайно ему скажется я забыл сказать ему что я тайно оставил свое имя в окончательном варианте игры адвентур который передал ему робин нет перешел на работу в компанию the learning company занимавшуюся созданием обучающих программ где-то в 1982 он смог создать rock roskeys boots одну из первых успешных образовательных игр которая преподавала булеву логику используя для этого формат головоломок решение activision начать атаку на огромную аудиторию консоли atari было хорошо просчитано за несколько месяцев до выхода первой игры от от activision atari выпустила картридж со space in waters что здорово отразилось на росте продаж 2600 умный маркетинг activision соединил высококачественной игры вроде игры в ловлю бомб кэбум или приключения в джунглях пиф питфол с гигантским многомиллионным рынком игровых картриджей для системы 2600 в 1981 году активижен достигла продаж в 6,3 миллиона долларов а в 1982 взлетела до 66 миллионов долларов популярность их разработчиков росла одновременно с продажами и каждую неделю на компанию обрушивался снегопад из тысячи писем поклонников обнародование наших имен принесло с собой все позитивные стороны публичной известности и не одной негативной рассказывал край меня никогда не преследовали папарацци но в определенных кругах я был весьма известен но самое крутое ощущение возникало в тот момент когда какой-нибудь игрок начинал рассказывать тебе о том насколько затронула его твоя работа поскольку на коробке стояла моё имя а на обороте была моя фотография игроки могли напрямую сообщать мне о том насколько нравились им мои игры прочие сотрудники отари приняли во внимание успех activision разработчики игр для игровых автоматов говард дельман от роберт и роджер гектор ушли из компании в 1981 году чтобы основать свою компанию видео и продолжать делать игры для отари и других компаний занимавшихся созданием игровых автоматов в индустрии крутилось огромное количество денег но та часть что доставалось инженерам была совсем крохотной относительно общей прибыли объяснял дельман поскольку у многих в голове сидела мысль о том что быть подрядчиком у отари или любой другой игровой компании намного выгодней чем работать обычным наемным сотрудником том же году другая группа сотрудников из подразделения занимавшиеся домашней консолью решила последовать прямой примеру activision 17 июля 1981 года они получил получив 2 миллиона венчурных инвестиций основали компанию и magic целью создавать игры для 2600 в команду и magic вошел и rob full of автор вейер версии space in waters для 2600 мы были авторами но таковыми себя не ощущали вовсе нам не давали компенсацию которая основывалась бы на том насколько хорошо мы сделали свою работу наши имена вообще нигде не упоминались поэтому мы ушли я не принимал участие в поиске финансирования для и magic это делали другие люди а меня пригласили уже потом чтобы согласиться мне понадобилось ровно две секунды дебютная игра и magic вышедшая в 1982 году игра full of a demo demon attack напоминавшая galaxy on 1982 году стала одним из главных бестеллеров среди игр для 2600 мэнни джерард руководитель из ворнер в чьи обязанности входило присматривать за атари чувствовал что массовое бегство талантов из атари в тот момент стало неизбежным парни с предпринимательской жилкой стали увольняться рассказывал он они видели способы заработать много денег уходили и открывались собственные компании атари же становилось все труднее и дух предпринимательства оттуда улетучивался вот что происходило это естественный ход вещей но активижен не просто побуждала своим примером сотрудников атари увольняться компания также призывала другие компании никак не связанные с атари приниматься за выпуск игр для 2600 создавая новых конкурентов вроде us games игрового подразделения конгломерата quaker watts sonox и fox video games вполне вероятно что атари пришла от происходящего вокруг в негодовании поскольку считала этот рынок исключительно своим но существование этих компаний практически не наносило никакого ущерба видеоигровому гиганту в 1982 году атари стала клуб крупнейшей компанией в конгломерате warner communications на протяжении на продвижении своих продуктов в 1982 году компания потратила 75 миллионов долларов больше чем кока-кола и макдональдс продажи компании были пять раз выше продаж компании warner работавших сфере фильмов и музыки и 70 процентов всей прибыли warner получала именно от атари как следствие цена акций warner поднялась с чуть менее пяти долларов за акцию в 1976 году до 63 долларов в 1982 году мы зарабатывали целую прорву денег денег рассказывал но энглин управляющий аркадным подразделением атари мы зарабатывали больше денег чем киноподразделение warner мы начинали с того что о нас в их корпоративном журнале упоминали вскользь а в итоге мы полностью захватили их корпоративный журнал продажи билетов кино и пластинок падали поскольку подростки променяли их на острые ощущения игровых залов и казалось видеоигры ничто не сможет остановить за 48 месяцев прошедших с момента выхода space in waters видеоигры полностью захватили северную америку неустанный рост видеоигр стал крупнейшей революции в развека в развлекательном секторе с момента появления телевизора и тут неожиданно для всех все в одной части развалилась на этом глава 7 закончилась поэтому всем спасибо за внимание подписывайся обязательно подписывайся чтобы разнообразить количество точнее разнообразить увеличить разнообразить видео ролики и увеличить их количество и качество вот так ну теперь точно все всем спасибо за внимание всем пока